В социальных сетях прошла информация, что в селе Новокладовое произошел экологический сбой. А если конкретно, то мор рыбы. В сообщении утверждалось, что это опасно, а ранее этот водоем передали двум фермерам, которые занимались зарыблением. На самом деле один Вячеслав Рудаков, руководитель ТОСО «Вишневый сад», взял в аренду этот участок, и именно он запускал рыбу. Пустили рыбу. Единственное, что, почему здесь, возможно, получилась такая проблема, мы консультировались с рыбхозами, сказали, что 10% рыбы, а как правило, обычно отмирает после выпуска. Сейчас все полностью убрано, ничего не видно, даже единичных штук, наверное, нет. Рыба плавает, рыба сейчас отнерестилась, будет еще прирост у нас в этом году. Ну и приезжайте на рыбалочку, будем летом рады. При транспортировке, зарыблении, так скажем, давится рыба, то все в пределах нормы, так скажем. Никто эту рыбу просто так здесь не бросал, она собирается уже на протяжении трех недель, ну, потихоньку где-то там что-то погибает, в незначительных количествах, так скажем. Непроверенное сообщение вызвало информационный шум общественного мнения, как оказалось, напрасный. В планах у Вячеслава создать здесь целый рекреационный комплекс. Кому понадобилось создавать негативный образ этого проекта, вопрос открытый. По местным жителям я сказать не могу, здесь я откликнулся, и много было поддержки. Вот соседи наши все готовы прийти на помощь, прийти на субботники, все откликнулись, молодцы, как бы готовы поддержать нас. Ну, не знаю, кто-то, может быть, как-то, не знаю, даже не могу сказать, потому что мы делаем благое дело, убираемся, расчищаемся, вывозим мусор. Ну, может быть, кому-то это как-то не понравилось, не знаю. Все это похоже на притчу про волков. В потоке непроверенной информации может всплыть даже такая рыба. А вот почему чаще всего никто не разбирается. Продолжение следует...